Имя героини наступного сюжета вядомае бадай, что кожному же хору Гомеля, романтичная, вытанчанная и вельми редкая Аэлита, можно звав ее по-своему Элочка. У гостях у Аэлиты Самсонова, ветерана Великой Чинной Войны, доброй чулой и интеллигентной жанчины, на переддне Великого Святой Перамоги побывала наш корреспондент Марина Джалая. Мать Аэлиты Ивановны звали так само вельми милагучна – Янина. На фото у семейных альбомах яна молодая и вельми пригожая. У Снежни 37-го года, калі дачце было у сяго 11 годов, Янину Яновну арештовали. У лютым 38-го – расстраляли. Официны реабилитовали толькі ў 61-м годі. Аэлита засталася жыць с батькам ў Орле. Толькі пачала звыкацца з думгай, што маці больш ніколя не абдымія ё, не прытуліт да сябе, не скажа пяшотных слов, як здарыласся новая бяда. Ужу не сямейная, а трагеды ўсяго савецкага народа. Пачалася вялікая айчынная вайна. День был прекрасный, двор у нас был дружный, деці дружили. Мы памчалісь на речку с утра параньше. А возвращаемся. У нас во дворе уже женщины плачут слёзы. И говорят, только что вот было... Молотов сказал, що началась війна. Ну, ми ж були так воспитаны в той речку, ми ж такі пісні пели. «Если завтра війна, если завтра в поход, если тёмна сила нагрянет, как один человек весь советський народ за свободну Родину встанет. На земле, в небесах и на море наш напев и могуч, и суров. Если завтра війна, если завтра поход, будь сегодня к походу готов». – Были готовы к подвигам военным уже заранее. – Да, да, да. Ну, и мы, конечно, все были уверены, что фашистов не допустят никуда и тут же выгонят их обратно. И первое время, пока до Орлани не пошли, ну, уже сразу появились отсюда, с Запада, с Бреста, с Белоруссии очень много беженцев появилось. И в начале июля вечером, ну, ещё светло было, часов девять, и вдруг слышим гул, самолёты, целая армада летит. Мы, конечно, думали, что это наши, ой, самолёты, самолёты. И вдруг от них точечки отделяются, падают на город, начинаются взрывы. Вот тогда мы поняли, что значит война. Ещё до этого 15-го года Аэлита скончила курсы санитарных инструкторов. Зараз отриманные веды треба было подтверждать на практице. Яна никогда не забудет свою первую раненую женщину, якая потерпела от бомбёжки. Дрыжали руки, колотилось сердце. Кровь у женщины била фонтаном. Аэлита сделала всё, чему поспела научиться. На жаль, ранение было смяродным, и позднее у шпиталя она всё-таки померла. Дареши працевать у шпиталя Аэлите было нельга. Яшині падыходзіла по узрості. Пришлося отправиться до тётки Аделі у Ташкент, куды яе эвакуявали з Москвы. Там девчина працевала на заводі. У 43-м, у 17-х годов Аэлиту призвали на военную службу. У Ташкенті сформировали шпиталь, з яким яна і приехала у Гомель. Гомель был очень сильно разбит. Вот Рокоссовский в своих мемуарах пишет, что он не встречал, чтобы фашисты с такой злобой разрушали такой красивый город, как Гомель. И даже во время боёв уже в наши войска вошли, немцы ещё поджигали, факельщики поджигали ещё деревянные дома. А вот этот дом, между прочим, коробка, он двухэтажный был. Вот часть этого дома осталась, её восстанавливали пленные немцы и надстроили третий этаж. Медсестрой Айлита пройшла усю войну. Дешла до самого Берлина. Лячила, носила раненых, вратовала, гайла раны физичные и сутяшала душевные. Менавіта у шпиталі яна познайомилася со своим будущим мужем Барысом. Житё развяло их до конца войны. Але яны писали один-адному пяшчотные экранальные листы, военные трохкутнички, до самого дня перемоги. Яго, даречи, Айлита Ивановна не забудет до конца свайго життя. Бежит рассыльный, девчонки, девчонки, к штабу, к штабу. А тут уже стрельба идёт, что ничего не... Мы думаем, может, на нас напали, мы бежим к штабу, прибегаем. Ночмет выходит и говорит, девочки, кончилась война. Сейчас в Берлине Жуков принимает акт о капитуляции от Кейтеля. Это ещё где-то было около 12 часов ночи. Ну и, конечно, тут же... Какая ночь, какой сон. Наша гутерка за Айлитой Ивановной была вельми протяглой. На жаль, рассказать всё в сюжете не отрымается. Мы развитывались, одаречи, вельми натхнённые. Нашей суразмовце 92 годы. А яна не только вяде активный ладжиття и кожный свой день наполняет цикавыми справами и сустречами, а лейна ты с компьютером и интернетом. Мает поведный сертификат о пройденных курсах. А зараз прозинтернета оплочивая коммунальные послуги, читая новины и по скайпе размовляя с родными сябрами, які у Айлиты Ивановны живуть по всім свете. Когда надо время скоротать, я как сяду за компьютер, и, батюшки, думала на полчаса. И опошня. Айлита Ивановна – счастливая мать и сына, и дачки. Любимая бабуля для трёх унуков и для трёх прабабуля. И приклад самоданности, оптимизму и жителюбства для кожных из нас. Марина Джалая, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».